Давайте посмотрим на виджеты, пройдемся по менюшкам. Итак, вот у нас виджеты. Здесь находятся три рабочих стола. Один вот у нас сейчас не настроенный. Внизу у нас отображается рабочий стол. Вот так это все происходит. Давайте на каком-нибудь пустом рабочем столе попробуем... Так, что там происходит? Вот, например, задействуем виджет. Виджетов у нас тут много. Кстати, для любителей Ноки, и в частности, которого ругали за кинетическую прокрутку, здесь кинетика работает просто классно. Причем подтверждается она вибро, таким интересным вибро. Он так сделает, по-другому никак не объясню. Ну вот, например, выносим вести. Не важно что, примерно вот таким образом у нас выглядит виджет. Дальше. Можно вынести что-нибудь там еще. Даже не знаю, что там вынести. Show all application. То есть показывать все. Ну, например, вот mail. Вот еще вынесли. Ой-ой-ой, настройка пошла. В общем, зря залезли. Но, тем не менее, давайте cancel нажмем. В общем, суть сама ясна. Три рабочих стола. Так, конечно, перемещение происходит. Можно на кнопочку снизу нажимать. Можно пробовать. Просто по менюшкам так, пальцем тыкать. Итак, давайте все-таки посмотрим. Виджет это не самое интересное. Хотя вот тоже можно смотреть, как он передвигается. Можно заменять. Так, если длительное нажать, что будет? Ничего не будет. Тут можно remove, то есть удалить. Здесь удалить. Здесь можно назначить. Итак, успокоили рабочий стол. Вот теперь все отлично перемещается. Так, в общем, можно различные наступки посмотреть. Здесь у нас находится кнопка входа в меню. Вот можно удалить те приложения, которые... Вернее, не удалить приложения, а закрыть приложения, которые у меня сейчас открыты. Вот виджет Вести. Так. Это, наверное, не закрывается. Во. Все закрыли. Так. Все закрыто. Закрыто, закрыто. Вот стандартное менюшка. Я могу ее показать вам на примере. Здесь все у нас до сих пор открыто. Увас какой-то. Вот примерно так выглядит она тоже в стандартном. Как вы можете видеть, все-таки сами иконки, они немножко по-другому выглядят. Они более четкие, больше прорисованы. Ну вот, например, на сообщении, здесь сообщение, вы можете видеть разницу. Все-таки здесь они поэлегантнее смотрятся. Вот посмотрите, как выглядят параметры ключа, и здесь параметры ключа. Вот. Дальше давайте посмотрим по менюшкам. Значит, что еще хочется, кстати, сказать, что выглядит действительно неплохо. Все-таки Amoled экран. Сообщения, да. Новые сообщения можно посмотреть. Вот сообщения. Вот такая вот клавиатура. Большое окно. Пишем. Фу. Ой. Так. Набивать, кстати, очень удобно. В отличие от 58.0.0, где есть небольшие такие тормоза. Клавиатура, как вы видите, большая. Сейчас я вам продемонстрирую таковую на... Так, здесь мы выводим... Где-то у нас вот она. Алфавитно-цифровая. Вот так выглядит на 58.0.0 клавиатурка. Вот. Так она выглядит на N8. Клавиатура хоть здесь и может быть примерно такого же размера, как и на N8, но удобство ввода здесь лучше. На N8 лучше. Итак. Вот так мы вводим сообщения. Переворачиваем. Собственно, обратно попадаем в менюшку. Итак. Сообщения мы посмотрели. Календарь, контакты. Можно посмотреть вот примерно, как выглядит новый контакт. Адреса. Кинетика работает просто суперски. В отличие вот, например, от 58.0.0, где кинетику почему-то до сих пор не сделали нормально. Хотя и прошивка 50-ая. Но здесь кинетика отлично работает. Итак, поехали дальше. Настроечки. Темы. Ну, темы я не знаю, есть ли смысл рассматривать. Blue, Nokia M. Ну, например, пусть посмотрим, хотя бы, какова скорость применения. Вот, собственно, применение. Посмотрите, какая красивая зеленая тема. Вот свет телефончика стало. Итак, давайте выйдем и продолжим дальше.